так мне кажется вот так вот хорошо да интересно а если еще я себя включу с телефона и меня будет вот так 2 как вам такой вариант смотреть так значит смотрите я отобрала несколько работ хочу начать с одной из самых дальних это вот это вот работа вот это вот пейзажик у нас такого плана сегодня будет такой больше экспресс наверное на скорость у нас разбор потому что работ много я хочу в каждой озвучить ключевые ошибки самые важные которые в первую очередь бросаются в глаза и могут повлиять на то впечатление которое создает та или иная работа вот смотрите когда мы с вами пытаемся поискать ошибки или проанализировать здесь что-то не закончено или здесь что-то уже испорчено первую очередь нам нужно проанализировать весь сюжет что это такое что за среда какая перед нами стоит задача потому что если мы с вами работаем над натюрмортом или над пейзажем или над какой-то точной научной иллюстрации ботанической или коммерческой изначально это очень разные параметры по которым работа строится по которым она планируется и соответственно по которым она проверяется и вот когда мы с вами наблюдаем городскую среду пейзаж то есть что-то за большим пространственным углублением с большими расстояниями на открытом большом пространстве значит у нас с вами точно будет в первую очередь важно отследить исполнение такого параметра как воздушная перспектива она неизбежно здесь будет с нами происходить да то что что у нас с вами в данном случае здесь будет наблюдаться вот у нас с вами есть линия горизонта то есть она уже куда-то поехала но в принципе всякие бывают ситуации может быть там что-то у вас где-то в гору пошло где-то еще что-то пошло но вода не может пойти в гору вот в чем проблема вода в гору пойти не может а если мы работаем над линией горизонта или над чем-то таким то мы вынуждены ориентироваться на водоем и да на поверхность воды что вода она всегда будет заполнять ровное пространство замену возмещать до возмещать все эти параметры вода не может пойти в горку она не может быть холмом она не может быть еще чем-то то есть даже если у нас все хорошо по цвету нарисовато но есть нарушение линии горизонта это уже дает нам какие-то сомнения уже что-то не то непонятно что но что-то не то это первое зачем мы это делаем мы же про цвет говорим но у нас на линии горизонта строится вся плоскость на плоскости стоит вода туда уже потом тянется эта дорога там ладно бог с ней в общем рисунок мы уже чуть-чуть поправили все надо под него смещать по движению реки возможно то есть у вас по направлению идет что-то вот туда да то есть в таком случае надо смотреть рисунок четко что там происходит но тогда этому движению должно подчиниться и побережье если что-то туда тянется но тогда тоже должно идти на сужение здесь немножко пока мне непонятно потому что нет референса ладно если говорить про воздушную перспективу то она у нас с вами будет создаваться источником света который сейчас действует данном случае мы с вами видим теплое закатное солнце в теплом спектре и синяя закатное небо которая начинает преобладать над солнцем чем слабее солнце чем ниже она спускается за линию горизонта тем сильнее у нас с вами становится небо так вот это солнце боковыми своими лучами о том что они боковые нам с вами подсказывает и длинная падающая тень от нашего персонажа и теплый спектр который использует автор даже такие вот уже рыжеватые да какие-то золотистые оттенки дерево просвечивается насквозь так вот этот солнечный свет он не только там где у нас есть земля то есть он не только по поверхности земли светит он не только куда-то там в горизонте светит но этот солнечный свет боковой он вообще везде то есть он пронизывает абсолютно весь воздух и между нами где мы с вами находимся как зритель и между дальним планом берега где находится у вас ну какой-то дальнеплановый объект в данном случае там лес то какое-то может быть городская линия все что угодно между нами находится вот если мы будем воспринимать эту перспективу как определенную воздушную среду вот она эта плоскость до которая между нами туда вот это все тянется и вот представьте сколько между нами и тем дальним планом вот если это взять все коробкой такой воздушный сколько кубометров воздуха находится в этом пространстве это очень большое расстояние это очень большая плотность воздуха в которой летают частички пылинки фрагменты влажности насекомые очень много разных частиц может быть в воздухе и каждая эта частичка маленькая которая встречается в воздухе встречая на своем пути например вот этот ваш солнечный лучик вечерний будет его преломлять то есть изменять направление его движения частично иногда поглощать а частично конечно у вас будет просто бесконечное преломление потому что каждая из этих частиц будет обладать определенной формой то есть это может быть песчинка это может быть ну форме как бы вот кристалли когда какая-то частица какая-то частица может быть в виде плоского плана то есть она по-своему будет отражать свет если это пылинка там или что-то форме кристаллика она встретит свет там изменит тоже его направление движения если это к там капелька воды она может сквозь себя провести фотончик света и внутри уже внутри капельки воды изменится движение света какие бы там ни были эти пылинки насекомые любые частички какие воздухе летают и нагоняются ветром они все будут менять солнцу направлении создавать такое мельтешение света в воздухе и мы с этим явлением сегодня встретимся с вами не в одной работе в нескольких почему я так останавливаюсь на этом и это все движение вся эта световая дискотека суета происходит прямо в воздухе а воздух мы с вами не привыкли воспринимать как объект воздух это что-то пустое это ничто то есть ничего нет мы видим глазами только предметы и в этом проблема нашего восприятия что мы смотрим дальний план и нам кажется что он очень темный а на самом деле между нами мелькает этот цвет так вот какого спектра он может там мелькать какого цвета ну соответственно какой подали такое отразили да то есть мы можем только минуснуть его разложить на то что меньше чем вот этот желтый солнечный свет то есть этот спектр может разбиться на желтый оранжевый красный но от солнца уже ничего синего к нам не приходило от неба возможно то есть в какой-то теневой среде где солнечный свет не так активен у нас может быть рассеянный свет от неба там в воздухе работать но в данном случае линия горизонта закатным солнцем диктует нам с вами работу в теплом в теплом спектре вот вдалеке даже что-то еще более что-то реально здесь показывается то есть в холодном оттенке тоже необходимость безусловно есть небо никто не отменял но между нами и между этим дальним планом тоже наверно еще холоднее можно взять будет стоять вот этот вот воздух если он потом воспринимается нами как темная линия горизонта хорошо это может быть задано темным цветом предметов может быть там действительно темная посадка какая-то может быть против солнца выглядит что-то черным но она не может быть совсем черным таким же как вы рисуете например на ближнем плане до какие-то предметы между нами между этим дальним планом будет большое расстояние в котором мелькает плавают летают световые частички цветные поэтому мы вынуждены в цвет этого дальнего плана добавить цвет солнца за счет вот этого разбавления и добавления у нас с вами понижается насыщенность дальнего плана обязательно не может цветной спектр в таком же насыщенном состоянии долететь до наших глаз не потеряв насыщенности потому что отражая свет дальний план должен до нас отправить получается отраженную информацию пока она до нас долетит она еще со сколькими частицами воздухе встретиться да то есть информация летящая к нам она всегда теряется поэтому на ближнем плане мы с вами можем видеть там как выглядит тень то есть расстояние между нами и человеком очень короткая между нами это теневой дыркой короткая но сейчас тоже немножко обсудим а вдалеке расстояние очень большое пока информация до нас дойдет она по пути по растеряется рассеется встретившись с частицами и долетит не в полном объеме здесь в воздухе стоит солнечный свет поэтому он тоже повлияет градиент может быть что влево пространство холоднее темнеет вправо ближе к солнцу она теплеет и светлее то здесь мы можем даже еще двинуться более светлое теплое качество прям такой солнечный засвет пересвет показать и в целом но движение в левую сторону в охлаждении потемнение она возможно теперь что еще не очень реалистично выглядит в этом сюжете это конечно вот эти вот непонятные сине-серые фрагменты то есть либо там вода за ними просвечивает либо это конструкция плотная и она ничего не просвечивает но почему она тогда такая синие одновременно желтые в ней элементы то есть тут идет какой-то рассинхрон вроде все теплое но почему она синяя тогда мы тут солнечное воздействие видим или какое то есть тут путаница по материалам по построению немножко и вот здесь тоже вот справа черная дырка мы видим черную дырку это тени в кустах что-то такое но между нами этими кустами есть посмотрите сильно засвеченный асфальт и сильно засвеченная такая желто-зеленая солнечная трава которые тоже отражают свет который стоит в отраженном варианте в воздухе и я бы вот на самом деле наверное чтобы эту дырку сделать я бы прорисовала этот желтый зеленый воздух то есть я беру желто-зеленый цвет отраженной от травы понижаю его очень сильно по тону до не черного да но до какого-то такого тусклого цвета вот такой вот цвет на белом он выглядит как черный а в сравнении с черным он выглядит как черно-зеленый подобный цвет возникает если мы желтую краску с черной смешиваем я убираю даже можно еще чуть темнее сделать я убираю совсем вот эту черноту которая такая типографский черная была и мы размещаем какой-то вот этот темно серый который на белом выглядит как черный на черном выглядит как черный зеленый мы замещаем эти темные дырки данным цветом да то есть мы новую роль черного назначаем ничего темного в сюжете быть не может тогда вот этот микро процент желто-зеленого которые составе содержится он и будет имитировать тот желто-зеленый свет который отражается от травы и стоит в воздухе сквозь него мы эту черную дырку поэтому черный и не видим потому что черное никакого света не отражает и не мешает нам видеть свет стоящие в воздухе поэтому когда у вас есть что-то черное в сюжете не рисуем черным а смело рисуем цветом отраженного света от поверхности который ближе к нам черный дает нам возможность разглядеть этот цвет в воздухе светлые предметы не дают нам этой возможности вот например если давайте я придумаю до сочиню если здесь стоит какая-то темная фигура вот здесь допустим то я ее буду видеть цветом отраженного света то есть это темный вариант того света который отражается от дорожки золотистый до какой-то из это если говорить про воздушную среду не не к тому что вот близко она стоит я так вижу но если подальше там вот с горами мы тоже самое в принципе сделали но я не увижу этого оранжевого свечения вот здесь на воде потому что вода отражает еще больше света и просто перебьет вот эти слабые светяшки которые способны отразить земля поэтому на светлых предметах на фоне светлых предметов отражающих много света мы этого эффекта не увидим а на фоне темных мы увидим цвет отраженного света и тут таких нюансов очень очень много но еще хотелось бы по грубым ошибкам если бежать то отметить что от человека тень есть да там от деревьев тень есть а вот этот вот забор в изогнутой проекции он тоже должен отбросить тень пусть она будет там короткая низкая потому что он маленький на тень должна быть если там есть лодки тоже надо смотреть как они в издушную среду уходят что происходит какого цвета вода может ли она быть одного тона с небом источником света у меня есть подозрение что в таком предзакатном состоянии тональность воды должна быть точно темнее чем небо которое туда отражается потому что уже и небо не сильно светлая и вода отражает меньше света чем может отразить небо так по этой работе есть комментарии напишите пожалуйста как вам все ли понятно все ли слышно все ли видно я пока вам следующий сюжетик подготовлю так сразу такая мини пауза не рекламная а информационная я вижу что вы сегодня обсуждаете тему кюветок на магнитиках которые можно прикрепить в коробочке и заполнить красками просто очень быстро технический совет если вы покупаете пустые кюветы или заливаете например в такие палитры с пустыми кюветами краски из туб прежде чем что-то заливать во первых вы размешиваете зубочисткой краску в тубе чтобы у нее связующие краска равномерно распределились второе вы заполняете кюветы в три этапа заполняете сначала одну треть на донышко зубочисткой разравниваете до идеально ровного состояния одну треть к веточке сушите ее несколько дней на гумиарабике краски сохнут один-два дня на медовом связующим этот слой сохнет неделю дальше заполняете вторую треть также разравниваете зубочисткой сушите и так вы увидите что после каждого заполнения краска усыхает и уменьшается в объеме и вы можете так залить до трех-четырех этапов тогда у вас к ветка будет полностью равномерно заполнена краской и при высыхании не будет трещин если вы зальете все разом кучей большой то у вас эта краска просто лопнет и внутри будет такая трещина а когда у вас есть трещина там внутрь будет забиваться другая краска когда вы не промытой кистью лазите грязь туда будет забиваться пыли все это еще изнутри будет сохнуть но главное что туда затекает грязь и вы ее оттуда уже не смоете как с идеально залитой ровной к веточки это такой технологический процесс который на производствах соблюдается поэтому кюветы производственные до фабричные они без трещин так отвлеклись продолжаем еще один сюжет еще один сюжет что здесь мне хочется отметить мы эту работу использовали в качестве примера в презентации на мастер-классе пять причин почему ваши работы выглядят слабыми вы можете запросить запись вебинара у нашей службы поддержки кто пропустила первый раз об этом слышит мы можем поделиться значит смотрите здесь нарушено такое правило это контур свет и не просто контур свет от цветной контур свет принято считать что контур свет это только когда солнце или фонарь светит нам в упор в глаза и мы вот против этого света пытаемся что-то рассмотреть на самом деле любая поверхность отражающая свет или являющийся его источником в данном случае небо тоже является хорошей удобной средой для создания эффекта контур света в данном случае у нас с вами на фоне контур света находится дерево и контур источником света является небо данный факт мы должны с вами принять и рисовать по правилам то есть если мы хотим что-то нарисовать на фоне чего-то в данном случае истина является источником отраженного света цветного мы должны объект на ближнем плане подчинить колориту заднего плана при условии что это свечение поэтому если мы рисуем вот такой сюжет с деревом и ветками а то ветки на синем фоне следует отрисовывать синим цветом то есть вы берете там цвет неба какой у вас и отрисовываете если тут небо пошло на закат дай горизонту как-то цветнеет то мы берем этот цвет делаем его просто более там темным глухим наши ветки все-таки и отрисовываем там ветки уже там такого цвета но они будут на самом деле еще более темными еще более глухими но слегка слегка разница будет считываться самое главное не делать это черным цветом если мы рисуем дерево на фоне дома и у этого здания у этой стены есть какой-то эффект отраженного света то мы рисуем эти ветки в красноватом оттенки уже да на фоне золотого предсказуемый ответ мы рисуем форме темно-золотого решения вроде бы все выглядит супер радужно да я немножко сейчас утрирую эти результаты да эти пересечения они в реальности выглядят не совсем так потому что мы вот эти цветные воздействия заднего плана можем видеть только на очень тонких веточках это либо тонкие ветки либо очень тонкие провода то есть тончайшие какие-то элементы которые не обладают достаточной массой чтобы своей плотностью этого эффекта избежать и свечение заднего плана как бы перебивает эти детали дальше а если у вас уже дерево переходит либо в плотный ствол толстый либо в большую массу ветки наслоились до стали толстыми тогда они уже не будут никак под этим светом настолько сильно изменяться они уже смогут создать эту темную массу и они опять не будут черными потому что что такое черное вот если нарисовать такое черное дерево а значит это будет означать что она сгорела только горелые угли не могут отражать свет и обладают абсолютной чернотой это там уголь может блестеть и отражать немножко рефлексов неба но мы здесь тоже можем включить во-первых воздушную перспективу во вторых критическое мышление но если ель изначально обладала каким-то цветом но он же был наверное какой-то там из зеленой группы приглушенный цвет зеленой группы может быть это был там более синий зеленый цвет но тоже очень приглушенный гамме есть он не был ярким он не был супер цветным здесь мы не сомневаемся что возможно против света вам это показалось темным но оно и не могло быть черным и если имеется какое-то свечение то мы также можем через воздушную перспективу передать не идеальную черноту с напылением источника света который сейчас тут работает и потом если мы уже строим всю эту картинку более аккуратно технически здесь просто все пятна все ветки одной толщины а если мы с вами будем работать демонстрируя разные толщинки то мы увидим что у нас кончики веточек те самые тонкие веточки они будут более цветными и зависеть от того фона на котором они расположены более плотные массы будут более темными с включением самого цвета предмета потемнение цвет воздуха который находится между нами этим предметом ну и здесь еще немножко одинаково выглядит зона которая за ветками и вот эти открытые пространства и от этого здания кажется аморфным то есть непонятной формы что за ним там происходит здесь еще такой живописный эффект на самом деле должен работать когда мы включаем просветы между ветками пытаемся рисовать небесные просветы или вот здание просвечивает между ветками тогда эти окна просвечивающие между темными ветками включают в себя цвет ветки в замес плюс цвет фона то есть этого здания мы получаем такой средний оттенок как цвет предмета и цвет фона на котором он расположен заполняем эти пространства то есть эти пространства не должны настолько ярко активно гореть и тогда произойдет вычитание цвета фоном цвет предмета особенно если он яркий активный какой-то цветной вычтет собственный спектр из этого цветного участка который за ним виднеется и этот объект эти дырки между ветками будут создавать оптическую иллюзию что они того же цвета что и предмет на открытом пространстве понятно а если мы берем предмет открытого пространства и также светло ярко и буквально выкрашиваем его в дырки между ветками то эти дырки выглядят слишком резкими и слишком светлыми потому что такое черное дерево их оптически еще на контрасте визуально сделает более светлыми чем они есть на самом деле поэтому всегда в дырках гасим затемняем смешивая с цветом предметы который создает эти дырки так обсудили еще такой момент вот здесь например хорошо видна освещенная часть справа да по стене так вот если на освещенной части даже есть какие-то теневые элементы мы их не можем рисовать такими же коричневыми там тонами похожими как в тенях используются снова тот же самый эффект у нас с вами происходит здесь справа стена поверхность стены отражает сильный вот этот теплый мощный желтый свет он стоит в воздухе вокруг стены он как рой золотистых пчел стоит этот цвет бьющихся истерики фотонов которые отражены уже от вот этой стены здесь они близко к стене в максимальной концентрации находится это далеко они уже начинают разлетаться тут действует такой еще эффект как световая перспектива то есть у источника света в данном случае источник отраженного света от стены есть определенное свое расстояние на котором его эффект еще заметен от близко к стене это самый сильный заметный эффект и вот этот цвет который здесь у нас с вами вот он желто золотистый до отражен от стены он вот здесь вот и сияет 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 стоит в воздухе и даже если там есть тени в каких-то балкончиках золотистый свет стоящий воздухе не даст нам увидеть эти тени такими же темными как например в теневой среде где такого отраженного света сильного уже нет это ошибка деталей когда мы хотим в конце работы уже за финалити проставить какие-то детальки акценты мы очень часто прибегаем вот к этому действию использовать одни и те же темненькие протыкать их везде на свете в тенях причем на элементах разного цвета и также часто поступаем с белилами когда надо проставить какие-то светлые акценты в масле это чаще встречается и берется просто белильный какой-то оттенок и одними теми же белилами в свету и в тенях тоже проставляются какие-то блики и рефлексы то есть это в корне неправильно доводить на финише одинаковыми инструментами такие вещи так ваши вопросики пожалуйста я пока картинку по переворачиваю под вертикальный чтобы вам было удобно мне что-то наташа нестерова пишет в чат что-то случилось трансляции или что я просто не имею возможности сейчас выйти и почитать так я пока хочу вот над этим цветочком следующим поработать о референс прислали вот о чем я и говорила да видите сами разницу и по забору вот который вы изображаете до золотистым тут надо посмотреть что вот он где-то золотистый потом он ушел в такой синий в общем интересный сюжет и вот он прям показывает что у вас тут весь дальний план золотистом солнце так справа по черноте просветов в кустах я вижу что да там может быть недостаточно отраженного света от асфальта чтобы эту черноту как-то прям сильно перекрывать но я показала как прям микро микро дозу черный сделать не черным и соединить со светом света с цветом света татьяна как тогда делать мелкие элементы сразу по ходу работы над участком да без карандаша даже потому что иногда мы не знаем как там акварели у нас точно потечет пятно цветовое на небе может получиться спонтанно не запланировано и мы уже под него потом подстраиваемся когда сверху веточки рисуем под цвет фона это включение в цвет предмета но такое не немножко незначительное оптически издалека если смотреть дерево правда может казаться черным если приблизиться мы увидим что но темно-синее темно-зеленое темно-коричневое темно там рыжая еще какое-то но на самом деле разноцветное чем сильнее фоновый источник света тем сильнее это воздействие будет вот я научилась смотреть чат сразу не отключаться имела ввиду детали на здании в этой работе но смотря где то есть понятно что за деревом наверное не надо прописывать детали очень подробно надо учиться обобщать а там где здание открыто и его нужно выразить надо анализировать участок это освещенный участок или теневой что там по законам свойственно для атмосферы которая на крыше под солнцем происходит атмосфера которая к нам повернута теневой стеной кстати вот вы в чате сейчас видите в телеграме да вот эту фотографию которую татьяна прислала из геленджика вот с этим мужичком гуляющим по набережной обратите внимание на стеклянные фонари вот они сейчас выключены они из такого светлого мутного стекла ближе к солнцу они более светлые они ближе к источнику света и прям хорошо сквозь себя проводят свет потому что они ближе к солнцу и они сами становятся таким вторичным источником уже рассеянного проведенного света а тот фонарь который самый крупный ближе к нам ближе всего он уже от света очень далеко он уже нам даже какую-то прозрачность немножко показывает задний план за собой немного даже уже просвечивает вот этот момент тоже очень важно что не все фонари одинаковые а если бы это была вечерняя среда и фонари бы горели и сами стали бы уже источником света то тогда ближний к нам фонари был бы самым светлым а дальние более тусклым спектром вы рисовались так но детали не обязательно прорабатывать сразу потому что в процессе может возникнуть потребность что-то обобщить и детали смоются но когда вы их ставите вы просто внимательно смотрите куда вы вставите и какова роль этих деталей просто нельзя в конце тыкать одним инструментом давайте перейдем к следующему автору который прислал работу на разбор это сюжет вот с такой лилии и здесь смотрите изначально фон имеет значение потому что лилия находится в зеленой среде на улице то есть ее лепестки обращенные в тень в сторону земли будут иметь выраженные зеленоватые рефлексы то есть этот цвет очевиден что он здесь есть и сама лилия локально зеленое основание имеет у лепестков но даже те лепестки которые не окрашены зеленью они отражают зелень из окружения поэтому она в тенях такая грязновато зеленоватенько и автор этот цвет прекрасно видит замечает и рисует в своей работе видно что зеленый пошел на желтый пошел в зеленое развитие и мы тут видим несколько версий этого всего я так понимаю в процессе что-то делалось и что я хочу сказать когда мы спонтанно меняем просто фон на какой-то какой нам захотелось в данном случае фиолетово-розовое что-то нечто вообще смешанное все подряд мы не можем сохранить рефлексы с прошлой окружающей среды оставить их на цветке а потом просто перерисовать фон в другой цвет тогда вся эта история и смотрится и народные чужеродно зеленый свет нашей этой клумбы был темным тоном который также обрамлял светлые цветы и позволял нам работать в этих лепестках грязно но они все равно светились потому что фон был еще темнее еще грязнее есть намек на лиловость некоторую сиреневость это у нас асфальт на дальнем плане такой дает оттеночек подчеркивает нашу лилию и по тону хорошо подчеркивает но это не просто там какой-то фиолетовый до которую можно вмешать вот так вот фон то есть переносом фона очень осторожной я прошу работать если вы его делаете абстрактным там еще каким-то но пусть он будет по цвету приближен к реальности хотя бы чтобы были согласованы рефлексы так но по цветам я тут не буду сейчас докапываться да тут по нюансам есть моменты что где-то стало очень серое единственное что порекомендую когда работаете с желтыми предметами и желто содержащими это желто зеленый желто оранжевый а для получения погашенного вот какого-то замеса используйте максимум желтого в густоте в базе этого замеса и к нему по чуть-чуть также густо добавляйте погашающие элемент без воды и без перебарщивания грязи чтобы желтый в центре этого замеса прям светился иначе получается вот такая серость на выходе и соблюдение тональности здесь в этой работе зелень такая же бледная как наш цветок и не служит ему то есть у нас здесь если по ролям распределять зелень это вторичный персонаж он служит этой сцене как фон как обрамление да то есть у нас распределены роли вот сейчас цветок главный а зелень вторично она служит чему свечению желтого пока у нас что-то равно по тону желтым цветам желтые будут казаться грязными даже при том что они сейчас в тенях чересчур грязные до грязнее чем оригинал и такой желтый не получился но мы можем усилить оптический эффект чистоты если мы уберем перебор вот в этом свете даже вот с этой зелени все зелень перестала у нас спорить да вот с желтыми цветами желтым даже немножко вернулась какая-то цветность еще желтый это очень благоприятный цвет для лисировки даже если он получился какой-то у вас там сероватый где-то грязноватый всегда можно взять желтую красочку в прозрачном разведении камни для этого не подойдут кадми и да так выключите микрофон пожалуйста ведет вы плохо себя ведете сейчас я выключу микрофон так кадмий желтый это очень плотная краска дающая такая такую матовость укрывистость если мы будем кадми и милиссировать сверху мы получим муть а если вы возьмете прозрачную краску ганзу желтую там индийскую желтую если тепленькая такая нужно оранжеватая желтый квинофталон то есть что-то лимонная желтая но это холодная желтая но в общем золотистая прозрачная если вы возьмете желтую но в прозрачном лисировочном качестве то вы можете прям поверх вот этих своих грязных теней сделать лисировку чистым желтым как стеклышком желтым и эти тени немножко наполнится цветом в акварели так вот желтым очень хорошо работает всегда можно и зелень дотеплить желтой лисировкой и тени в тенях можно в желтых предметах под насытить если не хватило в замесе не со всеми оттенками это будет работать вот ну с фоном конечно надо смотреть какой целью создается этот фон не будет ли он сильно много на себя забирать внимание вот такими очень активными акцентами хотя хотя если говорить про такой художественный нерв и хочется вот прям чтобы что-то завибрировало у зрителя в глазах конечно в данном случае мы можем себе позволять эту авторскую вольность колоритную и фантазировать пожалуйста так главное по целям смотрите какая изначально была задача работы и этой задачи фон помогает или он сейчас мешает если была задача передать многогранность вот этих нюансовых оттенков желтой лилии светлой такой да где очень такие едва заметные перепады то такой агрессивный темный фон с контрастными активными цветами красный фиолетовый и синий в одном фоне такой насыщенности они конечно будут сильно давить эту лилию и исходный и фон природный где она была городская среда несмотря на то что там есть и асфальт и что-то еще какие-то пятна этот фон был более спокойным и благоприятным для этой лилии и он еще кажется фиолетоватым потому что желтый делает серый визуально более фиолетовым поэтому исходный фон в принципе был неплохой задача была чтобы цветок засветился хорошо значит вы в этой цели правильно выбрали сделать фон более темным это не противоречит вашей задаче но надо было посмотреть а что там по цветам по насыщенности они перебили ли они желтый ваш не забрали ли вот эти синие фрагменты на себя внимание ну про зелень его сказала про зелень я сказала вот в данном случае чистоту желтого вам был подчеркнули фиолетоватые оттенки фоне но чуть более деликатно в том числе технически у нас есть еще такой момент что вы если рисуете пятнами очень дробно вот этот фон делая очень много пятен мазков заливок и это все тоже вот берет на себя внимание а лепесточки вы прорисовываете очень-то гладко нежно то получается что у вас фон который должен служить он по фактуре активнее чем сам предмет и тоже на себя внимание забирает поэтому если хочется передать свечение такого нежного деликатного объекта то мы с ним должны быть очень обходительным в его окружении технически может быть более гладкие заливки по мокрому стиль подошли но речь же идет у нас о быстром этюде вы же не делали здесь долгий сеанс двусторонним смачиванием вы занимались поиском в работе с натурой какого-то быстрого решения как оттенить этот цветок поэтому для чудной работы это все допустимо и поиск с ошибками никто не отменял сделать сразу идеально задача не стояла так я пока готовлю следующую картиночку ну что от вас в чате вопросы комментарии так 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 следующая картинка у нас будет с полем очень интересно что в закрытом клубе выпускников у нас уже был сюжет с полем только в акварели такой же сюжет поле маки и справа соломой ну какая-то уже там скошенная трава и мы там делали разбор как в общем работать с этими общими массами ошибка была та же самая здесь человек рисует карандашом в разборе в закрытом начать и у нас была работа акварелью но одна и та же осторожность здесь возникает связанная с тем что сохраняется белый фон между этими элементами вот у нас есть цветочки и видно уже даже здесь то на ближнем плане что вокруг цветочков есть недокрашенные места то есть вот прям вокруг цветочка ореол белой бумаги вот цветочек вокруг него ореол светлой бумаги и так вокруг каждого цветочка белая бумага будто мы боимся прикоснуться к этим красным цветочкам а когда они начинают уходить перспективу цветочки становятся маленькими и уже полностью вытеснили зеленый лист и у нас осталось только что-то белое что-то красное а по сути у нас белого нет в этом сюжете у нас есть красные цветы да вы определили их цвет ну как такой среднестатистически там для мака допустим пусть быть такой не будем к цвету придираться есть цвет для там для травы ну вот вы выбрали тоже каким цветом у вас были готовые карандаши что-то там темно зеленое что-то более светло зеленым на свету маки могут давать более розоватый какой-то свет более светлый эффект то есть для красных там что-то разбеленное тоже вы подобрали так вот когда у нас с вами что-то красное плюс красная светящаяся немножко на свету что-то зеленое зеленое тоже что-то освещенное частично в тени частичным солнцем освещенной но когда вот эти красные зеленые начинают смешиваться друг с другом у нас возникает с вами эффект некого такого понты лизма то есть когда множество красных элементе ков начинает смешиваться с множеством зеленых элементе ков что у нас с вами происходит вот если мы пытаемся вручную рисовать каждую фигню каждую детальку а вот это вот рисование точками это не что иное как невозможность отпустить детальную работу и отрисовка каждого цветочка отдельно да то есть здесь мы находимся в заложниках такого рисовального мышления я рисую цветы я рисую цветы значит я должна нарисовать каждый цветок хотя бы . чтобы зритель понял что я рисую цветы а мы просто так расшепериваем глаза когда смотрим на оригинал вот если вы пришлете референс к нам в чат будет классно мы просто расщуриваем глаза и смотрим на это как на пятно а если на это посмотреть как на пятно то мы с вами не увидим белого мы увидим с вами красное смешано зеленым плюс рассеивание воздушной перспективы голубым небом в нашем случае да то есть плюс пойдет охлаждение посветление мы увидим что это такое пятно смешано из красных и зеленых точек то есть это будет больше коричневатое что-то преобладающее либо в красную либо в зеленую сторону в зависимости от того каких элементов там у вас в референсе будет больше плюс охлаждение потемнение но белого в них нет то есть если там идет светлота то от воздушной среды а так у нас возникает ощущение что во всех этих цветах еще растет такой белый ковыль такая трава с пушистыми колосьями белоснежными очень такая пушистая с колючками трава вот такое тут возникает ощущение поэтому когда мы рисуем на ближнем плане мы с вами еще можем поделить объекты на раздельные вот цветок вот трава до зрителя донесли это даже в общем и пятнами это можно делать а вот когда мы с вами уже уходим в средний в дальний план мы теряем уже на самом деле вот эту расчлененность элементов и мы начинаем видеть это уже общим пятном и поэтому здесь вполне возможный референса нет но в нем надо искать не надо смотреть будет цвет вообще какой то даже вот отсюда то есть грязно-красно-зеленый если бы был ну то есть уже вот так вот просто может быть а вдалеке мы с вами уходим в большее погашение расцветления вот так то есть мы работаем пятно в дальнем плане мы цветов не видим но мы видим смесь этих цветов вдали в одно пятно красный зеленым там замылиться и будет так надо посмотреть на референсе что именно как там у вас выглядит и там показать какое именно там будет пятно но в целом будет типа такого плюс еще возможно вы тут тоже увидите ну подобие там цветов виде пятен там каких-то да но это тоже будет уже уход в дальний план то есть этот красный он будет такой грязно погашенный на фоне зеленоватого зеленоватой массы зелени и эта масса зеленого будет вычитать эту зеленую грязь из красного и красный будет оптически казаться красным этот прием вычитание цвета фоном мы проходим на курсе цвет но и его мы очень часто встречаем как раз в дальних планах когда кажется что что-то цветное на самом деле оно погашенное а фон вычитает из этого поэтому вот работа таким красно-коричневым может создать идентичное ощущение как ярко-красного на ближнем плане при условии что мы этот красный смешали с зеленым нанесли всего большими массами и оптические люди начали работать сами за нас без необходимости рисовать отдельно красные цветы в общем надо смотреть референс что там происходит еще что в таких работах мы наблюдаем вот валики автор меняет в перспективном сокращении размер предметов это хорошо но оставляет одинаковым цвет и тон теней которые используются то есть воздушная перспектива снова у нас не работает если мы работаем над валиками дальнего плана то мы их делаем в тенях просто тени определились вообще в розово-фиолетовым у вас солома золотистого цвета значит тени будут более теплые серовато погашенные не фиолетовые и они не будут такими темными то есть мы в них добавляем воздушности то время как тени ближнего плана могут быть более ясными да то есть мы темноту отслеживаем но не фиолетовые они будут они будут цвета предмета затемнением и погашением легкое охлаждение от рефлексов неба конечно будет в тенях участвовать но не до фиолетового цвета так как вы работаете карандашами возможно вас просто нет нужного цвета и вы выбрали самое темное приглушенное холодное что могло бы тут сработать как тень то есть надо смотреть от чего произошла эта ошибка от неведения цвета или от непонимания какой сделать тень в этом предмете да например еще исключительно такой совет по штриховке когда вы работаете над плоскостями над формой и эта форма у вас уходит в дальний план в перспективу и сокращается сокращение в дальний план у нас происходит с уплощением ближе горизонту и ближе к нам у нас идет наоборот на увеличение да это перспектива то штриховка она в ближнем плане еще где-то у вас может быть ну там вертикальный да с диагональными какими-то тушевками но вообще плоскость определенно горизонтальная и если бы вы штриховали этими карандашами все то же самое даже если ошибка в цвете есть но если вы будете штриховать все то же самое но в горизонтальном направлении то у вас больше было бы ну такого эффекта впечатления что это там холмик да и он сокращается то есть это выглядело бы более реалистично на самом деле в данном случае направление штриха имеет очень большое значение все то же самое но горизонтально и сама фактура горизонтального штриха с этими перебоями на бумагу и нечаянно прочерченные жирные штрихи создавали бы вам просто эффект неровного вот этого поля которая где-то сокращается где-то эта волнушка отчертилась там какой-то тенью вот поэтому на больших пейзажных планах вдаль работаем горизонтальным штрихом так здесь в принципе наверно все из такого основного ну и конечно темнота на дальнем плане темнота на ближнем плане не должна быть равной если вы в дальнем плане используете такие плотные ели что вполне бывает то на ближнем плане тогда нужно следить какой темноты будет трава ближнего плана она должна быть еще темнее чем дальний план это раз вот по цветам надо смотреть то есть надо тогда дать возможность ближнему плану вытянуться на нас на зрителя и что ваши комментарии все ли понятно достаточно ли это вот основные такие вещи то есть можно не сильно там технику выглаживать хотя бы по цветам основные массы взять уже будет работа крепче ладно пока ничего не пишите значит смотрим смотрим дальше следующий сюжет с водопадом мне очень понравилась эта идея исполнение особенно мне понравилось знаете что вот эта грануляция с расплыванием краски в воде и вот это есть вот те самые эффекты акварельные такие случайные когда вот оно все ползет течет ничего конкретного не нарисовано но фактура создает очень такое точное ощущение реального объекта вот это мне очень нравится и на фоне непонятно то ли это скалы то ли это ели но такая случайно какая-то плоская протащенная кисть не дает сомнений что мы находимся на природе даже могу выключить подождите до секунду что мы находимся на природе это реальные фактуры и вот с технической точки зрения мне очень понравилось как это исполнено и что еще хочется подчеркнуть на суше использованы посмотрите как умело сухие техники да вот эти проштриховки кистью много фактурных каких-то вот кривеньких пятен как раз то что и свойственно для лесной вот этой зоны суши травы коряк камней и так далее а в той части где автор рисует подводную часть используются более мокрые техники более плавные переходы больше таких в общении то есть через фактуру самого мазка автор очень здорово передает фактуру этого места и здесь еще на суше дается такой плавный затек какую-то нависающую береговую линию имитирующий такой мяч и вот этот вот не туман когда вода вот это стоит брызги еще стоят воде и вот создается такой мяч градиент над поверхностью воды возле водопада это мы вы поняли про что говорю то есть здесь тоже уместно это включение мокрой фактуры единственное что мне здесь мне кажется гармоничным это использование огромного количества черных красок абсолютно черных практически я бы здесь тоже наверное ввела их в сторону чуть более мягких имитация черного пусть это будет самое темное на суше но пусть это будет вот что-то из цветового тела потом коричнево-зеленый да абсолютно в колорите вашего сюжета они будут самыми акцентными темными но пусть они не будут супер черными черно там синими и так далее это даст чуть более мягких естественных касаний плюс если вы используете вот этот эффект брызг на воде до стоящий вот этой влажности ведь абсолютно тот же самый эффект он будет распространяться на прилежащие области которые рядом с водопадом находятся и они здесь тоже будут такие сероватенькие на самом деле с эффектом разбела потому что все эти брызги они тут в воздухе стоят и вообще вот здесь влажность очень высокая вокруг этого водопада все эти брызги разлетаются не только вот в плотном виде как мы видим прям вот где вода падает а тут просто облака влажности стоит вокруг этого водопада а что делает влажность в воздухе она рассеивает свет и создает опять нам эту воздушную перспективу воздушная перспектива может быть усилена не только за счет большого расстояния до объекта но и за счет усиления плотности частиц в воздухе что и делает бьющаяся поверхность вода огромное количество влажных частиц поэтому мы физически не сможем здесь увидеть возле водопада вот этих вот элементов в черном виде мы их через молочную пленку этой брызгающей воды уводим куда-нибудь сюда да то есть ищем эти тона какие они будут рядом с водой но соблюдаем отношения до чтобы вы все-таки смогли достичь эффекта что эти пятна самые темные из того что есть на суше чтобы свою вот эту акцентность тональную сохранить вот поэтому я бы наверное вот здесь вот прям хорошо подумала что мы тут каким цветом мы будем сюда идти и каким тоном чтобы мы вот эти брызги летающие в воздухе все-таки передали через разбил в дальнем плане тоже это вот как раз к акцентам вот у меня прям такое ощущение что вот взялась черная кисточка здесь нарисовали ствол черным где-то здесь здесь нарисовали черным камни тут поставили палки и тут еще акцентов дотыкали да то есть нет так нельзя делать стволы вы их уводите в дальний план в холодный какой-то оттенок хорошо тогда что будет самое темное в этом дальнем плане да вы подбираете в пределах своего колорита что-то что сработает эффектом темного ствола но не черный цвет то есть если вы выбираете там этот синий 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 воздух хорошо пусть будет синий синий воздух в синий синим воздухе какой цвет будет играть роль темного ствола да и выбирайте чтобы это что-то было там темнее чем ваши размытые вот эти ветки на дальнем плане но не черные и разница будет очень сильно заметно с черным на суше и без черного на суше и так как воздушная среда на суше вся у нас с вами рассеивает этот свет и поэтому она вся такая слегка блеклая на сложных оттенках то подводный мир как раз таки не содержит не дает нам этого эффекта и вот подводный мир он как раз может быть темным ясным там очень мало света внутри все эти камни они очень плохо что могут отразить поэтому я была тут еще на суше честно говоря вот этот вот камень тоже посмотреть ну как какой он да пусть он будет темный но не черный а вот его продолжение под водой вот настолько будет темнее чтобы подводная версия камня была темнее его версии на суше даже в тенях наверху все-таки очень много отраженного света и сама вода сама поверхность этого водопада она вот отсюда ему много отраженного света от поверхности тоже даст в тени а камень под водой уже не получит столько света и поэтому под водой вот пусть все останется как есть. Пусть оно будет вот такое. Темное, ясное. А воздух на суше вы покажете через рассеянный свет в этом воздухе, избежав вот этих черных кусков, которые там до этого у вас были. И вот, на мой взгляд, тогда мы немножко приблизимся к реальности. И еще я бы немного сбавила одинаковость. Зелень на свету и вода такая светящаяся. Все-таки тоже тут как-то надо упорядочить между ними иерархию. Насколько светлой сможет быть ваша зелень на суше, да? При такой пасмурной погоде, которую вы рисуете. Чтобы снова у нас был кто-то главный, кто светится, а кто-то, кто служит и помогает ему светиться. Если будет одинаковый тон на небе, на тропе, на воде, мы потеряем этот смысл. Дальше вот эти белые точки это дырки или это белило? То есть, либо это дырки бумаги, вот белые точки, либо это белило тоже. Выбираем оттенок, который будет казаться белыми цветочками на черных этих камнях, но не белые дырки. И пусть на воде останется все самое такое светлое, что там могло быть. Вот. А так сюжет классный. Хорошо под водой получилось. Мне прям понравилось. Посмотрите запись потом. Кому нужно. Так, я пока иду к следующему автору. Городская среда, вечер и закат. Не буду даже, ну, сильно могу тут рассказывать, потому что многие из вас уже с этим знакомы, и мы сегодня уже эту ситуацию разбирали. Но первое, что хочется сказать, это то, что источник света всегда будет сильнее поверхности, которая его отражает, даже если это вода или зеркало. И, конечно, дом плотный, теневой, отвернутая цвета среди не может быть таким же светлым, как это небо, которое светит на его фоне. Да, поэтому, может быть, и хочется сохранить какой-то теплый колорит, хотя откуда бы ему тут взяться, нет референса, или я его упустила как-то. Мне кажется, тут должно быть холоднее, во-первых, среда, это раз, да, я так образно холоднее сделаю, холоднее и темнее, раз, окна светиться там могут, вдалеке, в рассеянном свете, в воздушном пусть уходит. Асфальт точно не может быть таким светлым, это два, то есть, если мы выбираем область света для выкрашивания дороги, даже если это что-то сероватое, солнце будет попадать, то это должно быть темнее, чем источник света, чем небо. Вот такой вот засвет, прям какой-то супер сияющий, он может быть, если лужа, если мокрая дорога. А если дорога не мокрая, то, возможно, придется с этим как-то немножко пободаться. Ну, там дадим немножко свечения, да, но не такое желтое, не такое яркое, как в небе. Небо, это источник света, он должен быть самым активным. Естественно, у нас машины не могут содержать в себе ничего белого, даже если на них что-то светится, но это точно не белое, а снежное что-то. И, если у вас какая-то часть дороги находится в тени, то она не будет черно-зеленой, да, черным может быть только уголь или бархат или дырка. То есть, вы тут ищите свой оттенок холода для вашего асфальта, прорабатываете его. Если это забор, он находится в тени, отвернутый от света, он не может быть такой же светлый, как облака на небе или как асфальт на максимальном свету. Тоже ищите его состояние, насколько он будет здесь темным, никаких белых столбов не будет, да, все, вы рисуете тень, это вечер, тут только цветной спектр. То есть, вы вот эти все штуки обобщаете, затемняете и избавляетесь от того белого всего, что было до. Я вот, к сожалению, не сохранила оригинал. Пам-пам! И нарисовала поверх фотки. А фотка была не может быть на земле такого же всего белого, как на небе. Если мы усредним немножко вот эти качества, сделаем погашенным и холодок оставим и тепло оставим, будет полегче. дальше продолжим работу тогда на верхнем слое. Опять идет тот эффект контурсвета, с которого мы начали сегодняшний прямой эфир. Зеленый может ли быть таким на фоне закатного света? Или мы будем его двигать в сторону более таких желто-зеленых на просвете? то есть именно в контурном эффекте это будет видно. Плюс если мы смотрим против солнца, то преломление по форме происходит через красноватый спектр, его угол отклонения таков, что мы по контуру предметов очень часто видим именно краснинку и в пейзажах это можно заметить. Серый столб не будет серым, он тоже будет в цвет вашего закатного неба и солнца то есть мы это все подгадываем здесь и про это то же самое желтоватый то есть вот эти красные спектряшки блестяшки они по контурам ваших предметов везде теплом вылезут и сделают эти элементы более встроенными в среду но тут кстати что-то такое было попытка рыжеватенького здесь встроить сам по себе массив этого дерева конечно он тоже не будет таким же там бледным как асфальт на свету и так далее это сильно разбел он прям как будто с белилами этот цвет мы можем уйти в более темные сложные состояния зеленых да они будут глухие но они будут не такие белильные что ли да то есть для такого времени суток нормально что масса деревьев занимает темное тональное пятно в цветовом теле это неплохо они могут быть там действительно очень глубоко темными потому что нет достаточного количества обратно отраженного света чтобы эти кусты против света что-то тут особо подсветило но если мы посмотрим на то что это крона это масса дерева не везде одинаково по плотности да и где-то она может просвечивать теплый спектр который светит с обратной стороны то можно сюда по температуре некоторые различия ввести то есть дерево это как раз то что следовало бы утемнить вот это здание в тени там это то что следовало бы утемнить против света мы смотрим да контур свет я думаю что оно там на самом деле еще темнее будет если мы посмотрим по референсу надо прям смотреть что там происходит какого оно было цвета но оно в касании с небом точно будет очень темным там надо смотреть по воздуху как будет ну и все эти машинки они тоже в тени будут уверенно более темными ничего белого не будет в целом хочется сказать что в вечерних сюжетах когда у вас все пошло на закат начинаются вот эти вот истории с низким солнцем просто сразу автоматически начинаете видеть пожалуйста то что у вас область того что стоит на земле вот что бы там у вас ни было это все будет более темным чем то что у вас происходит на небе потому что при низком солнце при ослабевании силы источников света поверхности на земле все рыхлые шершавые слабо отражающие цветные они моментально теряют способности отражать много света прямого света солнечного дневного нет и если днем там какой-то дом мог быть светлее неба на солнечной стороне то вечером на закате все что находится на земле становится такой цельной темной декорацией относительно неба вот эту цельность надо научиться видеть очень рекомендую всем сегодня вечером отправиться на прогулку и понаблюдать за тем что светящимися элементами у вас могут быть разве что может быть какие-то окошки которые прям вот обращены не знаю там в сторону там солнца и могут там на своем фасаде что-то засветить то есть какие-то стеклянные фасады могут да что-то отразить но в целом все здания будут очень темными или если у нас например с вами есть какая-то лужа перед нами вдруг там образованная да то есть посреди всякого темного окружения асфальта и так далее возникает например какая-то лужа в которой может отразиться там небо но оно тоже кстати будет отражено темнее чем само небо надо будет смотреть а насколько тогда вокруг вот это еще темнее там надо сложить окружение на асфальте чтобы там какая-то лужа отразила то что у вас происходит в небе на тон темнее чем в небе но при этом оно бы еще и светилось то есть по иерархии тональности на первом месте самое светлое будет источник света на втором месте будет глянцевая поверхность от которой может отражаться это вода или стекло и только на третьем месте будут уже матовые шершавые всякие поверхности которые очень плохо отражают свет темнее 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 вот это все про зоны света и только на четвертом месте будут зоны теней которые могут получать какой-то обратно отраженный свет они будут супер темными и самыми темными будут участки которые находятся в тени и не получают вообще обратно отраженного света или очень незначительно мало поэтому в вечерних средах на закатах на улице обратите внимание насколько темные дороги асфальты машины нет ничего белого мы сейчас перейдем видите когда все обобщилось общий цветовой тон солнышка есть ли вопросики очень наглядно когда затемнили полностью хорошо хорошо пока вы может быть что-то напишите я хочу эту штучку показать вам здесь будет две картинки был комментарий от автора в чате что был нарисован свет насколько я помню был нарисован свет но после нанесения вторых слоев свет куда-то пропал так сюда не хотел на разбор кстати говоря поделитесь пожалуйста как вам разборы на айпаде сейчас и по сравнению с разборами которые мы всегда с вами делали в фотошопе раньше как вам больше нравится про городскую среду поставьте пожалуйста любой смайлик те кто сегодня вечером пойдут гулять и будут наблюдать что происходит вечером на улице особенно если у вас будет плохая погода пасмурно пасмурно или даже дождик ну пожалуйста хотя бы из окна посмотрите на улицу там просто еще сильнее это будет видно когда еще меньше солнца вы еще сильнее увидите этот эффект как светится небо и как по сравнению с ним не светится ничего на земле именно вечер я не знаю в вашем регионе со скольки начинается закат у нас уже в Барнауле в принципе после восьми вечера очень хорошо видно прям ходите смотрите глазами и не точкой впивайтесь там а вот дом светится вот он наверное светлее неба нет наоборот кто плохо видит наоборот снимайте очки чтобы видеть еще хуже а кто и так нормально видит прям сквозь реснички расфокусируйте зрение чтобы смотреть как такой слепой крот пятнами тогда вы очень хорошо увидите большие массы тональности это касается вот этих вечерних зарисовок потому что по наблюдениям наблюдения которые мы задаем на курсе цвет по самостоятельным работам все-таки вечерняя городская среда это очень популярный сюжет очень много кто его выбирает и вот это самая распространенная ошибка которая встречается это рисование на суше на земле вот в этих теневых средах вечерних какие-то белые колеса люди в белом белый асфальт все белое заборы белые дома белые а при этом небо еще темнее выглядит то есть если вы смотрите в упор на то что на земле находится то вам так и покажется а если вы всегда будете ориентироваться на сравнение с небом то будет лучше видно насколько по темноте обобщено то что находится на земле обязательно прогуляйтесь сегодня поделайте фотографии фотография очень хорошо помогает в том плане что фотография это маленькая картинка это уменьшенный формат где вы лучше видите общие пятна но если мы срисовываем с фотографией также упором в точку смотрим в каждый предмет и копируем его отдельно тогда фотография не помогает к сожалению хорошо помогает посмотреть через полиэтиленовый пакет это конечно будет выглядеть странно я не настаиваю но это очень снижает как бы вот эту детальность и показывает только основные крупные пятна сегодня очень наглядно хорошо мне тоже стало нравится сразу быстренько что-то накидать вот и сегодня пожалуйста погуляйте 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 поделайте наблюдение то есть пофотографируйте то что вы видите и вы можете поделиться сегодня в чате нашей школы прикрепляйте фотографию сразу к фото свой комментарий а что вы там сегодня для себя интересного отметили на что вы сегодня обратили внимание может быть кто-то из вас как раз акцентирует внимание на светлых предметах на каких-то белых палатках автомобилях я не знаю белых выкрасах бордюрах и еще вот у нас сегодня будет такой сюжет пообращайте внимание на пешеходные переходы какого цвета зебра на пешеходном переходе вот хоть кто-нибудь ее белой сегодня увидит вечером или нет обращайте на это внимание сегодня поделитесь впечатлениями пока мы все в одном процессе очень хорошо закрепятся эти данные на будущее мозг перестанет тогда анализировать белым цветом белые предметы когда он сегодня многократно увидит подтверждение что это не так вы тогда координаты вообще цвета цветового анализа сами у себя измените в мозгах так дальше вот сюжет нанесла свет а когда сверху что-то там раскрасила свет потерялся ну что я хочу сказать во-первых ничего не потерялось то есть та лессировка которая была нанесена в качестве света на предметах как теплый подмалевок все-таки не потерялось свет хорошо виден единственное что почему-то из цветового подмалевка исчез исчезла работа над фигурами людей которые тоже должны фронтальной левой стороной вертикальной быть обращены к свету то есть у девочки ну я не знаю кто это девочка или нет в общем красненький ребенок фронтальная часть слева находится смотрит в свет черненький ребенок у него значит должна быть левая рука спина голова ну остальное может быть в тенях ну может быть он весь в тени если проекция теневая как-то так шла не знаю я бы какое-то тепло в сторону света добавила то что возможно вы переживаете что вот эта часть неба пропала ну значит сверху что-то сильно много нанесли холода какого-то да то есть если мы делаем подмалевок и покрываем его более активным синим замесом конечно он перекроется но он все равно тем не менее виден поэтому я не вижу в этой работе каких-то супер больших проблем с этим здесь если потеряли ну тоже да значит сверху нанесли очень густой слой более холодного тона и вот в этой всей истории единственное что бросается в глаза это белое лицо то есть у вас цветная среда есть либо синий свет либо желтый свет все третьего не дано белый невозможен в этой среде но у нас тут белое лицо и вот эти все белые тапки в такой темной среде даже если они лессированы голубым или розоватым они выглядят как белые тапки потому что в тени оно не может быть так же светящимся как источник света предмет отражает меньше чем сам источник света вот сам сюжет немножко странный такой не очень понятно направление света сколько света будет на этих человечках потому что не очень понятна форма этой геометрии на которой это все находится вот ну в целом интересно мне очень нравится когда с такой фантазией подходят к изображению следующая картинка здесь мне хочется сделать не разбор а просто дать рекомендацию что вот человек поднял рыбину сделала фотографию и не понимает как начать и там в чате был очень хороший вопрос а что вы хотите сделать потому что чтобы что-то начать надо понять мы куда идем это будет ботаническая иллюстрация и ну этот цветочек должен быть вырезан по силуэту на белом фоне или это должно быть закопировано так как оно есть то есть непонятная изначальная задача если все-таки стоит задача закопировать как есть я бы тут порекомендовала двуцветную работу в два цвета в черный и красный взять красный но не красный кадмий потому что кадмий дает в смеси с черным мутность и такую мутную белильность она нам не нужна можно взять хорошие прозрачные краски это рубиновая перманентная красная алая то есть что-то вот из красных которое может быть насыщенным цветным и при этом прозрачным как стекло и взять в смесь теплую черную например сажу газовую или кость жженную то есть какую-то черную которая без синего оттенка а больше с коричневатым теплым оттенком можно сделать гризаль с красным фоном просто то есть вы можете сделать красную акварельную заливку может быть вот эти акцентные желтые ягодки в серединке тоже сделать акварельно-цветно а потом сверху вашего этого красного тонированного листа сделать черно-белую гризаль с нанесением красные краски очень устойчивые въедливые в бумагу при хорошем качестве бумаги и таком деликатном смачивании сверху можно в принципе все эти эффекты по мокрому по красной первой просушенной заливке повторить предполагаю что будут проблемы если купировать кирпичи или что-то еще потому что вот сразу на будущее вообще всем кто такое хочет рисовать обратите внимание что например в этом участке мы видим кирпичный шов который выглядит насыщенно красными и мы его видим за счет вот этих желтых эффектов света которые эти швы красные нам демонстрируют а в более теневой среде сами кирпичи более красные и швы между ними темно-красные но не черные то есть по цветовому телу они определяются в зоне средне-красных даже не до супер темно-красных они доходят но по первичному восприятию начинающих художников обычно просто берется красная заливка и просто рисуются одинаковые везде вот эти кирпичи здесь тоже будет работать перспектива источника света вот какой-то красный засветил в центре ореол пересвеченный дальше пошли кирпичи темнее дальше кирпичи пошли еще темнее то есть тут даже вот эти кирпичные швы они все градиентные и меняют свое свойство светлоты и насыщенности по удалению от источника света если речь идет только о копировании там веточки которая находится в центре если мы только хотим как-то вот красоту листочков передать черно-красную то пожалуйста обратите внимание какая сейчас создалась оптическая иллюзия я взяла один бордовый цвет нарисовала кольцо часть кольца зашла на светло-красную зону и линия выглядит как черная а часть кольца зашла на черный фон и выглядит как светло-красная при переходе между этими двумя зонами линия выглядит как градиент мы с вами недавно в чате спорили про шахматную доску где мы соединили серой линии две клетки и показали что они одинаковые но из-за разницы окружения эти прямоугольники которыми мы соединяли две клетки одинаковым цветом они показались градиентными вот пожалуйста то же самое то есть иногда для того чтобы создать эффект градиента в каких-то швах деталях еще в чем-то не надо делать линию разноцветной надо сделать окружение разным по тону и мы с вами вот этот вот эффект вот сейчас мы его и наблюдаем если я этот темно-красный выкрашу одной сплошной линией то будет казаться что двигаясь вниз этот цвет темнеет но даже не вниз а если мы его в центр поведем где вообще максимум светлоты то тоже будет казаться что эта часть уходит в градиент а кверху как будто бы этот красный светлеет это вот оптическая иллюзия которая тоже придает определенные свойства через окружение окружение очень влияет на восприятие цвета так Екатерина персики по вашему желанию могут быть сейчас могут быть в вашем закрытом чате если вы не против что мы прелюдно разберем они в закрытом чате то разберем можем следующей работой как вы ответите так и разберем так здесь быстро значит смотрите про что мы говорили вечер вечер нет света вечер нет света взяты белила намазаны поверх дороги акцентными быстрыми пятнами знаки идеально супер белые они порой могут быть такими потому что там специальная краска на них светоотражающая цвета фар такое может быть но тогда покажите сразу свет фар от которых это образуется то есть это не супер идеально там белый более того белый треугольник в центре знака выглядит более темным чем желтый флуоресцентный контур квадрата этого знака в сюжете нарисовано наоборот потом белый на листьях ночного дерева очень светлое небо чересчур светлое то есть тут везде идет именно недобор по тону то есть нужно прям поверить да признать это насколько темное будет небо вообще прям очень-очень-очень темное чтобы в сравнении с ним потом вот с этим вот небом что-то тут светилась вот белые дырки в дереве да а дерево оно у нас еще на фоне этого неба находится стоят баки там желтый синий что-то красное да вот берется прям чистый желтый чистый синий там дорога очень светлая палки прям белые и тут везде пересвет очень сильный поэтому не считывается сюжет ну или вот анализ да например вот кусок неба на его фоне более темный дом а по сюжету темное небо и на его фоне более светлый красный дом то есть тут вот такие аж инверсии происходят и поэтому немножко не то впечатление которое хотелось бы надо искать сложные тона даже если вот это все кажется очень светлым но нужно посмотреть относительно тональной шкалы это вот прям мы сильно светлым реально идем вот прям белым надо оставлять или мы выстроим определенное ограничение по тонам которое допустимо в такой ночной картинке из 12 предложенных нам тональных ступенек которые художник может воспроизвести то есть воспринимать мы можем очень много ступеней но вот воспроизвести чтобы мы прям разницу увидели у нас на упражнениях на цвете 12 ступенек еле-еле с трудом между средними и темными люди разницу могут выкрасить вот ограничимся хотя бы 12 от белого до черного переходные ступени какой диапазон тона мы будем здесь использовать для этой среды и мы тут будем использовать в основном темную часть тональной шкалы а чисто белый нам даже не понадобится даже для белой зебры не понадобится так я сейчас тогда прям вот давайте отключу на секундочку трансляцию вот это я как раз наоборот оставлю а вот здесь я тогда отключу все сейчас я открою пока Екатерины сюжет на разбор не отключили что я не отключила трансляцию экрана экрана потому что я старая бабка все нет вы теперь включили камеру еще на планшете надо выключить и камеру и трансляцию я вообще не знаю вот так все да я просто чувствую что чем новее технологии тем старее давайте я пока как раз зарядку подключу жду от вас реакцию в чате что у вас там сейчас в уме происходит картинку со светлым колоритом петропавловская крепость у меня там в запасе много сейчас картинок еще может быть она там у вас и будет я просто постаралась взять хотя бы работы в которых не супер одинаковые сюжеты поэтому если одинаковые городские среды там не сильно будет удобно так 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 чат закрытый клуб где вот он сейчас мы найдем да там очень интересная работа такая графика екатерина екатерина а у вас сохранились фотографии ваших трафаретов может быть вы фотографировали процесс как вы из бумаги нарезали трафареты потому что у нас не все в курсе этой техники и тех тем которые мы обсуждаем в закрытом чате я думаю будет очень интересно посмотреть всем как это на самом деле происходит потому что я вот сейчас скажу что это нарисовано через трафарет люди не поймут что я имею ввиду так значит пока я пишу задание задача немного уйти от привычной ботаники добавить полуабстрактную тень а ткань чтобы столкнуть детальную ботанику с фоном который в ботанике не используется при этом не писать типичный натюрморт хочется на практике посмотреть как меняется восприятие в зависимости от цвета бумаги и выбранных материалов для эксперимента выбрала разные техники для ткани взяла печатную через трафареты фрукты прописываю акварелью бумага серо-голубая и теплая персиковая то есть у вас тут два варианта работы мне показалось сначала что это просто желтый свет так все сейчас открываю в программке вашу работу и выложу на экранчик вот вы если найдете фотку как вы делали трафарет пожалуйста покажите в чате это будет очень интересно всем пока так вам на словах попытаюсь объяснить про эти трафареты то есть вырезается из бумаги трафарет накладывается на основную рабочую зону спонжем или валиком или там кто чем гораст акварелью прокрашиваются прорезанные элементы а остальные детали уже красятся в нашей привычной техники так наверное итоговую в рамке я не буду показывать в ней смысла нет я рабочие два варианта покажу на серо-голубой бумаге и на персиковые бумаги готово теперь мне надо найти как к вам вернуться так вот работа Екатерина в оформлении это выглядит примерно так без оформления это выглядит примерно так вот работа на серо-голубой бумаге я так понимаю здесь использован еще белый карандаш пастельный да либо что-то такое и вариант работы на персиковые бумаги тонированные уже сразу здесь тоже кстати белый карандаш классно бы зашел показать свет на складках ну вот смотрите на мой взгляд более эффектная работа именно на голубой бумаге потому что она вся противоположна этим персикам и прям очень хорошо зажигается контраст на них теперь про комментарии ага вот сейчас посмотрим в чате набросок для трафарета есть чуть позже сфотографирую сам трафарет для полосок для тени отдельной просто вдруг у вас сохранилась вот эта бумажка нарезанная которую вы вырезали резаком чтобы эти полоски сделались то есть сначала рисуется рисунок потом вы по нему обводите линии по кальке да я так понимаю потом вырезаете эти дырки между полосками накладываете на драпировку и получается такая трафаретная линия сейчас мы узнаем ну вот кстати здесь видно вот да край такой нетипично акварельный видите трафаретный действительно край что я вообще хочу сказать меня в целом очень радует вдохновляют я сама к этому тихонечко стремлюсь микс медиа то есть когда мы совмещаем акварель и какие-то другие инструменты да вот Екатерина прикладывает сам трафарет на кальке да сейчас мы его могу ли я его скачать чтобы показать в том числе здесь вот он так выглядит уже использованный трафаретик вырезаны дырочки под полосочки это все очень важно это открывает очень классные горизонты как можно работать что хотите вообще можете делать на самом деле используйте все что угодно и с акрилом можно совмещать акварель и вот такая техника так дальше значит взят этот трафарет по сути не так важно каким инструментом сделаны эти полосы трафаретом или отрисованы вручную или есть еще такая техника очень известная это совмещение черно-белой карандашной графики и акварели ну то есть потенциально вот эти вот складки эти полоски могли быть нарисованы чем угодно хоть аэрографом хоть карандашом хоть акварелью через трафарет хоть напечатанный на принтере а фрукты вы рисуете уже по-спортивному от руки не так важно важно что мы совмещаем реалистичное изображение и такую стилизованную графику это кстати стиль очень мне напоминает Николая Зайкова нашего преподавателя который очень такие штуки даже профессионально делает так теперь что бы мы тут хотели и вот здесь возникает вопрос а какое право я имею вообще тут говорить и вносить какие-то рекомендации что здесь нужно поправить если автор изначально не хотел реалистичности то есть мы что хотим сделать мы хотим использовать реалистичность частично для того чтобы усилить какой-то эффект или мы вообще ее отрицаем но вот на мой взгляд сейчас есть ну вот некоторые касания наподобие вот это касание там вот касание вот касание где персики кажутся не встроенными в складки а приклеенными то есть мы здесь можем с вами совместить реализм и абстракцию ну или образность тут сильно абстракции нет все-таки вполне предметный объект но какие мы можем элементы реализма все-таки здесь сохранить это конечно же объемность и тени то есть я могу только за себя сказать как бы сделала я если бы я вот над этой работой сидела и думала а как мне ее улучшить что мне с ней сделать то есть автор изначально там в комментарии упоминает что рефлексы не хотелось делать хорошо мы не будем делать рефлексы но мы можем сделать например усиление тона то есть усиление объемного эффекта если бы например в тех местах где объект погружается можно я сейчас не буду сильно много времени тратить на какие-то супер точные рисования я просто свою идею хочу передать то есть если складка подгружается в тень в которой тонет фрукт то она вот в этом загибе в уплотнении может потемнеть может быть не настолько сильно может я конечно перегибаю чуть посветлее сделаю но если складочка своими полосочками бы тонула немножко более выразительно под тяжестью этого фрукта то мы бы смогли через вот это утопление через усиление тона как раз таки через вот это показать какое-то взаимодействие между драпировкой и фруктом которые сделаны разными техниками и вообще как из разных миров и нам их надо как-то подружить складки на свету живут своей жизнью там где они выворачиваются к свету полосочки светлеют там где складки уходят в тень полосочки темнеют не могу сказать что в этом сюжете прям это как-то синхронизировано чувствуется некий разнобой в направлениях но вот возле фруктов мы можем этот эффект усилить так же как и сами фрукты мы могли бы подчинить этому пространственному взаимодействию например фрукт уходит в тень он подворачивается под складку да мы не используем рефлексы вы не рисуете оранжевое отражение на драпировках вокруг но если я дам объем своим фруктам они неоднозначны по цвету у нас тут где-то более красноватые бочки где-то более рыжеватые желтоватые ну вот в этой палитре если я буду работать тоже чуть темнее как бы закруглю их туда в тень то есть вот возьму вот этот цвет снижу ему насыщенность тональность и посажу его в глубину то есть если я выражу как-то более ощутимо объемы в касаниях в посадке да в эти ямки то фрукты тоже туда усядутся чего нам не хватает если бы это был полный реализм нам не хватает падающих теней от фруктов и нам не хватает рефлексов про рефлексы мы договорились а про падающие тени можно тогда сделать следующую согласованность например я буду не все полоски вот так вот ощутимо затемнять я их затемню поскольку поскольку чтобы они были хотя бы темнее света на краях моих персиков тогда этой тональной работы этих касаний уже будет достаточно чтобы свет хотя бы на моих фруктах выделился а вместо падающих теней вместо больших проективных пятен я тогда использую мои черные полоски как область в которых может быть изображена падающая тень ну например вот таким пунктиром то есть здесь тень если бы была там вот такая да ну я давайте приву вот чтобы это просто было наглядно видно то я внутри этой потенциальной проекции например черные полоски там затемню какие могли бы там от моего персика упасть ограничиваясь вот этой вот проекции а вокруг полоски будут светлыми таким образом когда например а у меня тут есть резинка кстати когда я например эту границу рисовать не буду и сохраню рисунок таковым что те полоски какие у меня были затемнились они будут имитировать вот этой вот тын-тын-тын да как через жалюзи дырочки они все равно эффект падающих теней например покажут но это будет не сплошная тень к которой мы все привыкли а стилизованная под ваш рисунок как будто мы тут играем в игру пол это лава и нельзя касаться белой бумаги а там где вы нарисовали черные полоски там можно рисовать тень да она без рефлексов да она в стиле вашего монохромного такого решения этой трапировки но это тоже элемент реализма который привязывает персик к этой плоскости к этому предмету к этой поверхности это какой-то элемент взаимодействия дальше вы сюда вводите еще акцентные синие штришки в этих полосках мне тоже этот эффект в принципе очень нравится почему бы нет пусть будут пусть будут вот я бы наверное вот таким образом это все дело и присадила сюда и у нас получится между ними связь между этими объектами в том тональном переходе то есть мы между ними делаем тональный мостик когда фрукт затемнился ушел в объем и полосочка близко к нему подходя имитируя тень тоже затемняется и они через общую темную тональность сливаются и дальше это пятно переливается в полоски тени это вот мое мышление чтобы я сделала чтобы с одной стороны подружить эти объекты а с другой стороны сохранить вот эту графичность образность и не переходить сильно в подробный реализм вот это мое решение как я вижу чтобы не постараться не испортить вашу идею я думаю что если мы сюда рефлексы бы включили тоже плохо бы не было хотя мы тогда уйдем в живопись совсем акцент металлизированной акварели она на темном хорошо видна ну вот персики просто не везде в объем вошли тут же драпировка нам прям показывает что она вся изгибается светлеет темнеет а персики сами по себе объем вроде как имеют но не настолько темный как показывает потенциал возможности затемнения это драпировка да прикольная графика прикольная графика и карандаш белый здесь есть ну вот с белым опять же я боюсь что-то навязывать но мне кажется можно было даже и прям вот ну прям белым сделать опять же не везде то есть только те складки которые возможно ключевые находятся в либо в композиционном центре либо в каком-то важном соседстве с персиками но само по себе соприкосновение тонированной бумаги и белого какого-то укрывистого материала это тоже очень интересно и хорошо освежает но тоже надо подумать куда точно не на периферию да вот сюда в края лепить не надо а в центре где-то может быть что-то подчеркнуть почему бы нет так хорошо такой ответ вот здесь не рисуя мы с этим автором уже сегодня много работаем не рисуя вода сильно так ну чё не так-то вот вода сильно белая сильно светлая много воды поэтому не работает столбы нарисованы все черным а мы рисуем на фоне цветного источника света цвет источника света более темно-синим вот здесь тоже очень сильно все разбелено смотрим насколько оно плотнее желтее источник света теплоспектральный очень ограниченный то есть тут гуще и теплее будут цвета поменьше белил ну воды точнее в нашем случае в составе вот здесь тоже воды не надо если мы уже вот свет очень круто нарисован вот это офигенское пятно золотистый такой прям как от фонаря круто листочки технически сделаны на мой взгляд вот эта крона очень шикарно технически сделана но дальше мы пошли в воду и мы потеряли вот эту темную контрастность на фоне которой это все светилось вот а так вообще на мой взгляд вот этот кусок он вообще удачный очень красиво получилось так вот эта история еще раз про пересветы во-первых небо почти белое во-вторых видим домик белый и рисуем в тени белое тут белое тут белое все белое а он уже у нас в тени и он голубой рефлекс на себя принимает и только поверхности которые прям на солнышко открыты они могут у нас такой сильный свет отразить в сравнении с ними теневые поверхности будут уже более плотненькими более темными трава тоже прям прозрачная в разбили она густая средняя насыщенная а то что вот дальний план например нарисован бледнее чем на фото вот это хорошо вот тут наоборот так и надо молодец убила воздух так здесь колеса белые все какое-то бледная вода опять смотрим это теневая среда все что вот в тени стоит это цельное темное большое пятно никаких тут не надо ни разбелов ни размылов не надо пытаться сохранить свет на лице ребенка который находится в теневой синей проекции он должен быть грязным и темным потому что все вот эти дырочки цветные они прям сразу бросаются в глаза а темный план залили как-то солнышком закатным поменяли среду это все хорошо просто дом тогда не будет такой красный вот здесь да то есть он наоборот еще темнее холоднее будет смотреть белая машина не может быть белой так о вот это вот это самый крутой сюжет на планете мне очень напомнило это советскую книжную иллюстрацию очень много хороших книг в подобном стиле оформлено это тот случай когда белый фон листа окружение картинки белая страница работает как участник иллюстрации то есть мы когда делаем вот такие сюжеты где частично элемент заходит на белый лист частично есть какая-то травка мы имеем ввиду что сейчас белый лист работает как цветовое пятно вместе с этой иллюстрацией очень очень часто в монтаже ну что могло быть да например если я отменю свои каляки вот например картинка вот это да вот например мог бы быть формат страницы вот такой да вероятнее всего вот мог бы быть там какой-то заголовок колонтитул буквица и пошел какой-то текст и он согласован с этой иллюстрацией а иллюстрация является частью листа и тогда у нас эта бумага белая работает и тогда мы понимаем очень хорошо что там для сохранения там зоны вокруг колонтитула нам нужен там чистый лист а иногда где-то белая нога может стать частью там этого листа или там белые пятнышки на спине могут стать также частью там этого листа и так далее здесь очень важно работать с силуэтом с образом который мы здесь наблюдаем так а где у нас вот эта еще штучка и наоборот не надо ничего тут сильно избыточно добавлять чтобы дополнительно нагрузить я думаю наоборот надо облегчать эту картину например я хочу порисовать в оттенке который тут уже ну камерой является белым цветом листа например я бы не впихивала сюда траву вплотную к животу животик оленя уже теневой то есть он уже хорошо отстраивается от светлого фона травка тоже теневая ножки тоже теневые здесь как раз тот случай когда можно просто оставить вам бумагу спокойно оставить бумагу и дать возможность этому светлому фону поработать между темными объектами дальше трава это обслуживающее пятно служебное пятно оно вот хорошо автор выбирает пустить траву в касании с мордой потому что на морде есть белый мех это хорошее решение это хорошее решение то есть мы ради этого можем эту травку здесь сохранить потом нужно внизу нам столько травы или может быть не нужно или может быть ну вот здесь уже как раз можно поработать может быть негативным пространством да то есть через белый лист тоже уже убрать вот так это пятно может быть это тоже графично более ровными пятнами это сделать а может быть этим фоном силуэт тоже травинок заимитировать и тут может у нас перейти вся эта история зачем вот эта земля на роли здесь не играет вот сюда здесь у нас другой олень он наоборот у нас будет играть роль такого светлого уже пятна на темной траве здесь у нас темный олень работал на светлом фоне бумаги а здесь более светленький олень может работать на темном фоне бумаги здесь как раз можно подглядеть характеристики этого оленя посмотреть а может у него тоже тут щечка белая будет мордочка которая сможет светлым тоном на фоне травы выделиться а может быть мы тут как раз пух на ушках выгодном свойстве мы подчеркнем увеличим количество видимой белой грудки то есть мы за счет тона бумаги посадим его сюда тут нормально в принципе кусты работают пусть они тут сидят здесь смотрим какая нужна тональность этой морде чтобы этот эффект был виден более темно или более светло что мы хотим сделать подчеркнуть контурный свет на фоне этого зверечка там нашего более темным тоном плотным мы это подчеркнем контрастно или мы наоборот оставим все как было автор тоже не дурак деликатно чувствует что акцентные темные участки могут быть на олене а трава такая средненькая мутненькая не забирает на себя много но при этом создает нужный фон чтобы светлое светилось при этом я бы как раз убрала немножко насыщенность вот этих черных веточек даже если они не черные какие-то очень темные надо поискать вот в этом колорите а что для них уместно может быть даже и сделать их как золотисто осенними до среднего тона они будут хорошо видны меня же еще и выбросила из моей же трансляции лучше куда годится вот то есть вот здесь например белый фон уже достаточно светлый чтобы на нем было видно любые элементы их необязательно делать черными так секундочку мне кажется я запись не включила запись до сих пор даже идет вот и тут можно поработать другими вариантами не обязательно этим грязным цветом который я выбрал пожалуйста любой хотите там коричневатый зеленый что у вас там в колорите просто нет необходимости делать это очень темным вот о чем я говорю с белым листом чтобы было мягкое касание не надо вот этого черного здесь вообще кстати говоря не надо у нас тут задняя часть оленя сама по себе является хорошим темным завершающим пятном в этой иллюстрации здесь не нужно дополнительно ей темных никаких деталей возможно и между этими двумя оленями тоже не надо тут ничего добавлять потому что они по графике и так хорошо друг в друга перетекают им не нужно дополнительное дробежание в этом касание вот и таким образом когда вы совмещаете вот этот втекающий белый лист в сюжет пятна тонально темные переливаются друг с другом вот у вас получается эта иллюстрация и вот прям хочется какое-то название и написать какой-то тут уже стишок и получается прям классная такая графика книжная профессионально очень похожая на такие добрые советские картинки и техника даже вот она вроде такая не супер реалистичная но она цельно выглядит везде и от этого выглядит такой профессионально открыточный что ли я не знаю но очень винтажно смотрится уютно так давно хотел этих оленей показать так ну на сегодня мне кажется вот все что я сохраняла какие картинки сохраняла я сегодня вам рассказала разобрали все два часа мы с вами посидели что ваши комментарии вопросы ощущения как вам до конца дошел сорок один человек уже неплохо напишите разбор какой работа вам сегодня больше всего понравился или какую-то идею вы в нем услышали для себя интересную кому что запомнилось сегодня давайте закрепим результат встречи хочется все перерисовать всем хочется все перерисовать екатерина спасибо что сегодня нам дослали наглядные материалы что-то стало проясняться в этой жизни ну да хотя бы здесь рисование немножко так круто получилось с персиками да мне тоже понравился сюжет с персиками так стало понятно почему земля в пейзажи темнее чем небеса небеса это источник света а земля всего лишь отражает часть этого света она не может быть светлее так разборы по тону с цветом черный на переднем плане рисовать черным цветом фона чуть-чуть чуть-чуть с цветом фона так вопрос про передачу бликов от тусклого фонаря в подвале не помню такого персики и олени ну да вот у нас сегодня проскочили уже такие стилизованные работы но я должна отметить что олени это работа дина с обитовой персики екатерины логвиновой которые уже с нами очень очень давно то есть девушки уже перешли на самостоятельную такую графику идейную от себя тинку авторскую уже такие могут себе позволить отхождение от классического рисования мне конечно всегда очень интересно посмотреть как выглядит что-то нестандартное как это новый вопрос в темноте свет фонаря будет на блике на металле ну конечно я просто не понимаю где то есть если фонарь светит то его свет конечно будет отражаться от металла нужна картинка что находится где находится находится так но молодцы кто досидел я надеюсь что все эти моменты по крайней мере вы теперь знаете что их можно искать в сюжете на что обратить внимание не обязательно впредь у вас не будет у всех этих ошибок просто потому что в один раз о них услышали технически не всегда может получиться это показать или не всегда это можно вспомнить потому что в процессе работы можно отвлечься на технику или на какую-то более серьезную проблему но тем не менее когда мы уже знаем как может быть и на что стоит обратить внимание то с практикой постепенно после просмотра подобных разборов у вас все равно начнет откладываться уже такой хорошей подвижкой будет когда вы поймете что вы в чужих работах уже видите эти же ошибки и когда вы учитесь на чужие ошибки обращать внимание анализировать то там уже недалеко до исключения собственно и 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 в поле просто куда бы мы не посмотрели воздух это полноценный участник любого открытого пространства и даже в натюрморте где небольшое расстояние но мы все равно искусственно усиливаем плотность воздуха для создания эффекта пространства воздух это персонаж который везде с нами пожалуй за исключением вот этих плоских иллюстраций книжных да когда мы вот что такое делаем это не всегда это даже в ботанической иллюстрации мы включаем воздух чтобы дальние листочки утопить в пространство в отличие от ближних воздух всегда везде с нами и он не имеет формы но он должен быть нарисован и мы его рисуем когда изображаем объекты которые он мешает нам видеть полноценно тогда мы с вами рисуем воздух про него надо не забывать то есть он не конкретный он не объектный наши глаза его не видят но как художники мы должны понимать что наши все предметы они не вакууме космическом находится в каком-то все пронизано плотным воздухом воздух очень плотный и если у вас в сюжете есть свет и чем больше этого света тем мутнее будет то что мы видим на дальнем плане есть пейзажи знаете вот в горах в каком-то очень кристально чистом например месте природном где действительно чистейший воздух и спокойная погода да и нет ветра и нет влажности олени не дина по моему дина но если не дина но я прошу прощения мне просто показалось что это дина рисовала вот даже вы можете на стоках видеть вот эти фотографии разных красивых пейзажей аж вот до кислоты таких цветных но если мы используем такую фотографию для срисовывания мы все равно будем включать воздушную среду но потому что срисовывать слишком чисто слишком насыщенно слишком черно это не очень правильно хотя такие пейзажи возможно даже существуют с кристально чистым воздухом в котором ничего не летает возможно да так же как бывает очень прозрачная вода в которой прям видно да но да и это такие редкие какие-то водоемы чистые добывают но чаще всего если мы все-таки хотим передать эффект воды то мы показываем как это вода который тоже есть всякие частички плавающий тоже мешает нам видеть через эту воду что-то на глубине или на подводных расстояниях как мы сегодня видели сюжет с водопадом там вода показана достаточно плотный такой густоватенькой и поэтому она нам не дает нормально рассмотреть так закрытый клуб выпускников олени я поищу мне прям интересно мне почему-то казалось что это дина работа может я что-то перепутала да у нас там выпускников тоже накопилось конечно работ у нас сейчас такой режим работы что я просто сама от себя в шоке запись эфира да она происходит прямо сейчас обязательно выложим трамп-пам-пам пока не что не вижу откуда и вообще взяла вероника у прошу прощения но почему-то может там комментариев день дины было очень много рядом что я как-то это считала что это день и на работа ну ладно для выпускников у нас отдельно будет разборчики дина наверное сделала эскизик да там что-то подрисовала и задублировала и выложила с коррекцией и я подумала что это ее пост ну ладно лишний раз похвалила ничего страшного дина у нас тоже молодец ладно всем спасибо давайте тогда заканчивать не буду вас больше задерживать если интересно присылайте в чат работы подобное потому что каждая ваша ошибочка она может быть раскрыта вообще с разных сторон и быть полезной очень большому количеству людей не только вам вместе мы коллективно как раз все разбираем иногда замечаем то что сами не видим хотя вещи элементарные я бы не сказала что я вам сегодня что-то суперсложное рассказала или суперумное нет в это все я думаю знали просто где-то внутри не обратили внимание пока рисовали потому что в акварели мы очень сильно сбиваемся на технику чтоб не высохло не затекло не присохло и в этом процессе каком-то суетном мы забываем про очень простые теоретические вещи но в картине важнее соблюсти тон цвет насыщенность свойства цвета чем сделать красиво по технике уж лучше пусть будет она шершава с пятнами но все на своих местах тогда работа будет убедительней а техника она уже от частоты повторения сама собой нарастет вот надо просто периодически делать такие разборы обращать внимание на какие такие вещи правильно кто-то из вас сказал мы видим то что знаем да пока мы это не знаем мы и не обращаем внимание на такие ошибки все всем спасибо да марина мы такие разборы регулярно проводим не каждую неделю не получается по времени потому что у нас то запуски курсов то прямые эфиры то мы мастер-классы делаем то еще что-нибудь но минимум раз в месяц мы сейчас такое делаем обязательно все всем пока пока все молодцы